Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 1950 года рождения даты исследования 9 февраля 2024 года. Область исследования головной мозг проведеном с кода исследования головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получены изображения суб- и супротентериальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга. Третий желудочек 7 мм. Боковые желудочки симметричны до 10 мм. Индекс Эванса 0.28. Перевентрикулярна, очагилий кориоза. Область турецкого седла, расстояние от хиазма до гипофиза 9 мм, высота гипофиза 2 мм. Субарахноидальные пространства и борозды мозга значительно расширены. Цистерны основания мозга несколько расширены. Убедительных данных за наличие он и объемных образований головного мозга не получено. Обращает на себя внимание повышение плотности обоих среднемозговых артерий. По стенкам артерий головного мозга, немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Заключение, КТ-картина повышения плотности СМА, дисцеэвкуляторной энцеэфалопатии, пустого турецкого седла, атеросклероза артерий головного мозга. Рекомендовано МРТ консультации невролога. 14 февраля 2024 года. Доцент КМН Котов СМА заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Кроме обычных, возрастных изменений головного мозга, есть повышение плотности крови в средних мозговых артериях. Это косвенный признак свежего инсульта. На представленных томограммах инсульт достоверно не видно, я бы рекомендовал сделать МРТ. Если МРТ возможности сделать нет, то нужен КТ-контроль и консультация невролога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok